Город готов к большому празднику. Основные работы по благоустройству были завершены еще до 1 июня. Об этом заявил заместитель и руководитель администрации городского поселения Истра Валерий Нинашев. В рамках подготовки и к 9 мая, и к дню города, это выполнена покраска бордюрного камня на 500 тысяч рублей, покраска металлических ограждений, которые, кстати, не стоят на нашем балансе городского поселения Истра. Они принадлежат региональному дорожному управлению, но поскольку у них там не хватает сил, оперативности, мы эту работу всегда берем на себя. Также, сообщил Нинашев, были установлены металлические ограждения на придомовых территориях, модернизировано уличное освещение и проведен ямочный ремонт. Украшать город начали еще на той неделе. Везде развешаны праздничные баннеры. Также всюду появится изображение Истры разных времен – дореволюционной и современной. Сами празднества начнутся уже завтра. Вечером пройдут концерты в Истре, деревне Кострово и поселке Первомайский. Самая насыщенная программа запланирована на субботу с 10 утра и до 11 вечера. Будут песни, танцы, различные конкурсы, кинотеатры под открытым небом и многое другое. Одним из ключевых событий станет ежегодное праздничное шествие. В 4 часа построение праздничной колонны традиционно с той стороны улицы Ленина, рядом с универмагом, начинается. И в 5 прикрывают Волоколамку. И все шествие, которое в этом году очень большое, в полтора раза больше, чем в прошлом году, около 3000 человек заявило желание пройти праздничным шествием, пройдут от площади Революции до центральной площадки праздника. Салют по традиции состоится в 23.00, а 12 июня пройдут в основном спортивные мероприятия. Подробности можно посмотреть на сайте istra.rf. Обеспечивать безопасность в празднике будут 100 сотрудников полиции. А также 15 сотрудников будет находиться в резерве при дежурной части МВД на случай осложнения оперативной обстановки. 10 сотрудников ЧОП также будут привлечены для охраны общественного порядка. Обо всех происшествиях в период подготовки и проведения праздничных мероприятий можно сообщать по телефону дежурной части 49839, либо по телефону единой диспетчерской службы 112. Сабина Салимова, Фарида Кочеткова, Максим Барышев, Дмитрий Гинкул и Странет ТВ.